Почему же моя техника называется Амбре и как, собственно, его воссоздать? Очень важно начать работать именно на вылет. Натянула кожу обязательно и пошла напылять. Не должно быть никаких выделений. Кровь, сукровица, стоп, вы попали в гиподерму. Я не трогаю вот этот треугольник. Я его заполню чуть-чуть попозже. Здесь и сейчас должно быть красиво. Это про Ханафи. Всем привет! Меня зовут Юлия Донченко и вы на канале Ханафи Калор Спидниц. Сегодня я продемонстрирую вам перманентный макияж бровей в технике Амбре. Юлия Донченко – топ-мастер перманентного макияжа, дипломированный художник, тренер, основатель Международной академии «Перманент Фокс» в Москве и Краснодаре, многократный призер чемпионатов, спикер и участник профессиональных конгрессов, выставок, конференций. Юлия – автор собственных уникальных техник перманентного макияжа и двух методических пособий для мастеров. Является основателем Центра по лазерному удалению некачественного тату и перманентного макияжа. Мы почти закончили наш эскиз. Рисовка была с помощью карандашей. Это белый для фиксации и самозатачивающийся карандаш. Мы поставили точечки на этих частях бровки у начала, у самой темной части. Конечно же, фиксируем апекс. Не боимся ставить пожирнее точки. Они у нас не столь широкие. Ручка пилот. Обязательно нужно зафиксировать себе те места, которые будут самыми светлыми. Визуально это будет у нас треугольник. Как проверить, действительно ли все ровно? Без линейки. Раз. Видим, да? Нахмурили бровки. Вот наши точки соприкосновения. Они все ровные идеально. И два. Таким образом мы тоже видим, что все у нас четко и ровно. Модель блондинка. Русые волосы. Мы подобрали два пигмента. Это милк шоколад. Данный оттенок универсальный. Он идеально подойдет нашей модели, учитывая, что у нее волосы не белые, а максимально светлые, русые. И второй оттенок. Мы немножечко растяжку сделаем в нижней зоне бровей. То есть там, где нужно сделать темный акцент. Иголочку мы используем ханафи. Это у нас 1RLLT 030. Мне очень нравится данная заточка, данный размер, потому что очень красивые получаются частички, точечки. Машинка у меня в данном случае короткоход. Я поставлю скорость 4.3, а максимум 4.5, потому что машинка у меня короткоход. Первоначально я беру пигмент всегда более легкий, более светлый. Если я сейчас темным пигментом покрою брови, то, естественно, может быть затемнение. Я могу работать, начиная с любой брови, для меня не имеет значения. Но для меня очень важно начать работать именно с головки. Потому что жировая полослойка в данном случае, она будет у нас побольше. И есть вероятность, что можно углубиться. Несмотря на то, что здесь самое темное нанесение пигмента, имплантация у нас будет самая темная. Мы все равно начнем сначала. Потому что это очень-очень важно. Мы не наносим для бейсбол, потому что мы работаем на поверхности. Глубоко иголочку не вводим. И поэтому модели вольно не будет. Чуть-чуть натягиваем. Сильно не нужно прям растягивать, чтобы был дискомфорт клиенту. Но тем не менее, натяжку, конечно, сделать нужно. Очень важно начать работать именно на вылет. От себя я не иду. Я иду на себя, маятником. И делаю штрих всегда длинный, короткий. Длинный это у нас напыление, короткие заполнения. Напыление, заполнение. Медленно я не делаю штрихи, потому что можно сделать засады. По нижней части бровки я работаю горизонтально. Если мы хотим создать напыление, переход омбре, то мы должны понимать, что нужно развернуться упору на мизинчик. Мы не можем сделать здесь выступ и здесь выступ одинаковый. Здесь у нас будет идти дальше переход. Вот, бровь должна быть неровной, она должна чуть-чуть быть наискосок. Я еле-еле касаюсь. Как видите, я прохожу в одном месте несколько раз. Не должно быть никаких выделений. Кровь, сукровица. Если так происходит, значит стоп, вы попали в гиподерму. Видите, у меня отрисовка вот здесь итоговая, но я сюда не захожу. Я могу себе позволить выйти немножко наверх, в данном случае здесь. Здесь оно легенькое и напыление, это оно со временем, конечно же, смоется. И останется у нас такая вот красивая легкая бровка. Я должна проверить остаток. Я вижу немножечко там есть точки. Поэтому логически я могу себе позволить еще немножечко пройтись в данном месте. Двигаемся дальше горизонтально. И когда мы с вами заполнили участок снизу, чуть-чуть переворачиваемся, чтобы было легко напылять, и напыляем наверх. Когда мы работаем с кончиком. Грубейшая ошибка, когда начинаю от конца штриховать. И мы работаем на вылет. Я визуально себе ставлю точку здесь, это самая темная часть брови. И иду от нее на вылет. Мы прошли один раз. Теперь мы стираем. Видите, желтенькая растяжка, потому что пигмент что? Желтая основа. У нас немножечко остаточек легкий-легкий присутствует. Лучше мы еще разочек проставим точки. Но зато все будет лайтово, красиво, напылено. Итак, лайфхак. Нельзя пользоваться ручками, карандашами. Будем делать точечки волшебные, которые спасут нас от потери эскиза. Поворачиваем. И видим, да, что у нас здесь остались вот еще точечки от предыдущего эскиза. Проводим параллель, ставим точечку 2. Чуть-чуть переворачиваем нашу модель. Здесь точечка, здесь точечка. Чуть-чуть перевернули еще. И у кончика готово. Это мы просто возобновили эскиз. От начала и до апекса. Это две самые светлые части у бровки. Я буду напылять на вылет отсюда. Отсюда, 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 отсюда. Видите, вот еще один треугольник. Раз, два, три. Это самая светлая часть. Вот эта часть, остальная, она будет самая темная. Набираем опять же первый пигмент. Я пока не беру второй оттенок. От низа идем на вылет. Я не трогаю вот этот треугольник. Я его заполню чуть-чуть попозже. Я когда работаю в нижней части, вот в этой части, я работаю на ровной амплитуде. Когда я работаю на напылении, я машинку чуть-чуть кладу, чтобы иголочка не входила глубоко, а чтобы она на поверхности пролетала, чтобы здесь было легкое напыление. Знаете, я еще называю вот здесь вот солнышком таким, да? Я, то есть, нахожу себе точку опоры, одну точку, и от нее идут у меня штрихи как бы вот солнышком. Натянула кожу обязательно и пошла напылять. А когда буду идти здесь, я буду здесь идти везде горизонтально, чтобы у меня был красивый переход. Пигмент сразу ложится красивым оттенком, за счет чего вы выигрываете, если будете участвовать в чемпионатах. Здесь и сейчас должно быть красиво. Это про Хануфи. Я всегда поднимаю модель и смотрю после второго прохода, потому что пока я еще не закрепила эскиз, я могу подкорректировать и где-то что-то исправить. Я думаю, что достаточно. Протрем, посмотрим, что у нас получилось. Я думаю, что можно обезболить. Я беру вторичную анестезию, наношу. Я это делаю не для них, я это делаю для себя. Кожа, краснота, все уходит. И мне идеально видно, где нужно добавить, где нужно убавить. Берем пленочку. С помощью пленочки быстрее у нас все побелеет, и будет большее воздействие. Пока у нас действует обезболивающее средство, мы приступаем ко второй брови. Делаем все то же самое. Ну что, друзья, мы переходим к самому интересному. Почему же моя техника называется Амбре, и как, собственно, ее у вас создать. Ну а пока хочу вам сказать следующее. Тоже немаловажная информация. В магазине Ханафи действует скидка 10% по промокоду, который вы сейчас видите на экране. Воспользоваться ей очень просто. Вы переходите на сайт Ханафи, заходите в раздел пигменты, выбираете любые, какие вам только понравятся, закидываете их в корзину, вводите промокод, и скидка ваша. Приятных покупок. Берем пигмент, в данном случае Dark Blonde. Он у нас будет использоваться для растяжки. Мы просто хотим немножечко придать темноты, тени нашим бровям. У нас есть светлый треугольник, затем второй по оттенку, и уже идет насыщенная часть. В данном случае визуально я эти треугольники держу у себя в голове. Начинаем с самой нижней точки сначала, и двигаемся на вылет. То есть я теперь себе здесь визуально рисую такую вот бровку, как бы мини-бровь, да? Я иду по низу. Я ни в коем случае на вторую часть брови, вот на вот эту, не зайду этим оттенком. Иначе я просто все испорчу, и будет плотная сплошная бровь. Я иду снизу горизонтально, и иду сверху вертикально. Просто я пытаюсь красиво это все уложить, красивенько его имплантировать, потому что оттеночек темненький, и нужно с ним работать крайне аккуратно. Мы проходимся вторым оттенком по нижней части бровки. Никогда не забываем, что кончик мы всегда должны убрать с косточки. Здесь уже от этой части, да, от серединки, мы можем себе позволить немножко возвыситься. И обратите внимание, сколько бы я ни проходила, где бы я ни проходила, я работаю в правильной глубине, я не попадаю в гиподерму, и значит у меня все будет хорошо заживать, и у клиента не будет никаких серых, зеленых, красных и так далее проблем в будущем с эмиграцией цвета. Видите, здесь я начала идти чуть-чуть, чуть-чуть по низу, и чуть-чуть расширяю, как бы вот делаю такую дымку. Все, в данном случае больше этим пигментом я не буду ничего делать. Я прошлась, создала эффект омбре, и получится должна очень красивая растяжка. Теперь мы стираем. Если у вас остались вопросики, можете их задавать. Это тоже будет очень приятно, значит вам было интересно. Мы видим с вами, да, что у нас присутствует градиент. У начала уголовки бровки более светлый пигмент. Отсюда идет уже более холодный пигмент и уходит в кончик. Что нам нужно сделать? Теперь нужно пройти еще разочек, но уже не холодным вторым оттенком, а третьим, и заполнить пустоты, которые мы видим. Выравниваем наш низ бровки. Здесь у нас еще остался второй оттеночек. Он темненький, не забываем, поэтому работаем очень-очень-очень ледненько. Видите, я делаю какие поступательные движения, и у меня они собираются в такие маленькие точечки. Я не веду сплошмя ровную полоску, я ее создаю напылением. Когда бровь заживет, она заживет дымкой. В данном случае должна быть лайт-версия легкая-легкая дымка. Когда мы с вами говорим о начале бровки, самая длинная часть у нас должна быть внизу. Как это сделать, чтобы это не было четко? Мы доходим до начала максимального, которое можем себе позволить, и хаотичными движениями выбрасываем горошек, да, так сказать, точечки, горошек я называю, и солнышко, помните, да, про солнышко? Опора всегда на мизинчик, никакой четкости. У нас прорисовываются точки. Конечно, желтый остаточек присутствует, но мы потом клиенту объясним, что все будет красиво. Здесь у меня вот просветы, мне их нужно выровнять. Натягиваю кожу, и все это дело поправляю. Потом я возьму еще раз второй оттенок, и пройдусь им чисто только у кончика. Низ и кончик от апекса до кончика, это самые темные части бровки. Я сейчас хаотично выбираю определенные места, которые, мне кажется, необходимо затемнить. Но опять же, делаю растяжку на вылет наверх. Сильно высоко не поднимаюсь. В начало бровки мы не входим. Данным пигментом мы растягиваем только по низу. Бровки доходя до серединки. Опускаем нашу бровку с косточки, и на вылет заполняем кончик. У нас девочка светленькая, не только волосы, но и сама кожа. Пигментик у нее лег определенным форматом, то есть он дал немножко эмиграцию цвета, но потом цвет станет русым, максимально схожим с ее волосами. Можно сделать еще подобные точки. Я их не очень, если честно, люблю, поскольку не вижу в них смысла, но можете посмотреть еще, как это делается. Это должно быть красивое напыление. Мы в коем-нибудь случае глубоко это не делаем. Мы убираем остатки пигмента. Вот такое легкое напыление у нас получилось. У самого начала более светлый оттенок, здесь более теплый, а дальше идет более холодный оттенок. И вы видите эти точечки. Можно пройти, конечно, еще немножко, но я думаю, что это можно сделать и на коррекции. В первую процедуру я стараюсь максимально, минимально внести пигмента. Ну что, друзья, наша работа подошла к концу. Мы сделали шикарнейшее амбре. Я надеюсь, вы поняли, в чем разница между пудровым напылением и амбре. Я хочу с вами попрощаться. С вами была Юлия Донченко. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и увидимся с вами в следующем эфире. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok